Приветствую всех на канале Автоинструктор 62, я Марьяхин Сергей. И сегодня я расскажу о дополнительной функции и органах управления в автомобиле. Помимо руля, педалей, коробки переключения передач, то есть основных органов управления, в автомобиле у нас есть еще дополнительные, которыми мы должны уметь пользоваться, причем уметь пользоваться в движении автомобиля в той или иной ситуации. Например, у вас начинает потеть все стекла, что-то нужно делать, то есть что-то нужно включить, куда-то направить, нужен ли кондиционер, не нужен. Плюс у вас может обрызгать стекло встречная машина какой-то грязью. То же самое, если для новичка вот эта ситуация впервые, а мы, например, едем по трассе с приличной скоростью, там 70, 80, 90, то, соответственно, у нас несколько секунд нет обзора. Ученик сразу же теряется, начинающий водитель, не знает, что делать, он начинает включать все подряд, то есть он начинает отвлекаться от дороги. Вот, поэтому вы должны уметь включать в движение определенные вещи и, соответственно, понимать, когда, зачем и почему. То есть я не буду рассказывать подробно о таких вещах, как круиз-контроль, климат-контроль, кондиционер. Вот, я как бы заострю внимание на основных вещах, которые есть практически в каждом автомобиле. Поехали! Сейчас на экране вы можете увидеть рабочее место водителя, то есть то, что у нас есть в любом автомобиле. Если мы посмотрим на руль, мы увидим, что под рулем есть у нас подрулевые переключатели. С левой стороны, как правило, это поворотники, вне слева, вверх правый, с ними вы уже, естественно, знакомы. Также на поворотниках практически в каждой машине современной у нас идет световое управление. То есть посмотрите подробно ролик, кто не знаком, когда какой свет включать, как это все различать. С правой же стороны от руля мы можем увидеть еще один подрулевой переключатель. Это как раз у нас есть стеклоомыватель, стеклоочиститель ветрового стекла. То есть когда нам нужно почистить стекло, побрызгать туда водой, включить какой-то режим дворников, щеток, мы пользуемся как раз именно данным подрулевым переключателем. Дальше нам нужно обязательно знать, где в вашем автомобиле находится кнопка аварийной сигнализации. То есть не дай бог вам ее пользуется, но тем не менее мы должны знать, где она есть. Опять же, для чего? То есть вас может ослепить встречный свет фар в темноте, например, вы едете ночью дальним светом, чтобы вам ее нащупать, включить, показать, что у вас нештатная ситуация и так далее. Или что-то случится, чтобы вам ее долго не искать. Также нам нужно уметь пользоваться системой отопителя и вентиляцией воздуха. Как раз если вдруг у вас начинает потеть стекла, что какой режим включить, куда направить. Сейчас я это тоже подробно все объясню. Ну и, естественно, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, если у вас есть обогрев сидений и так далее, и так далее. То есть по основным функциям теперь давайте поподробнее. Давайте начнем со стеклоочистителя и стеклоомывателя. Вот данный переключатель. Смотрите, сразу дам совет. Если вдруг получается ситуация, что у вас внезапно обрызгала машина, или у вас попадает какая-то грязь на стекло, первая реакция, которая у вас должна сработать, это побрызгать на себя. То есть когда вы данный переключатель будете тянуть на себя, автоматически у вас будет брызгать вода, и несколько раз у вас проездят дворники. Вот смотрите, нажимаем на себя и держим 3-4 секунды. Можно 2-3 секунды. И отпускаем. То есть видите, у нас вода делает свою работу, и щетки как бы у нас моют стекло. А так вообще в каждом автомобиле немножко по-разному. Вот в данном автомобиле, если посмотреть с нолика вниз, идут режимы, на каких-то автомобилях идут вверх. Вы, главное, не применяйте физическую силу. То есть если видите, вверх не идет, делаем один щелчок вниз. Это будет режим непостоянный. С определенной периодичностью у нас будут ездить дворники. То есть естественно вода не будет брызгаться. Вода брызгаться только тогда, когда вы делаете на себя данный подрулевой переключатель. Если моросит дождик, вам этого будет вполне достаточно. Если дождь пошел сильнее, либо вы едете за какой-то фурой, от которой летит всякая дрянь, включаете второй щелчок, делаете еще один, да, и у вас уже дворники будут ездить постоянно. Надо побрызгать водой. Опять же на себя поделали. Щетки останутся в том же режиме на постоянке. Если совсем обзора нет, соответственно мы включаем третий режим. Щетки будут ездить еще быстрее. С этим понятно, да, если у вас хэтчбэк, либо какой-то внедорожник, как правило у вас еще будет задний дворник, то вот здесь будет такой тоже регулятор, которым вы можете включать задний дворник, брызгать как правило от себя. То есть если на лобовое стекло мы делаем вот так, если у вас есть задний дворник, то как правило от себя. Вы будете также брызгать на заднее стекло. Но, повторюсь, не во всех машинах это есть. С этим, я думаю, все понятно, да. Теперь мы смотрим, у нас есть кнопка аварийной сигнализации. В данном автомобиле она вот здесь. В каких-то машинах она вот здесь может быть, здесь, в некоторых даже вот здесь, вот рядом с рулем, в наших классиках, там в Нивах и так далее. Поэтому, если что, вы должны ее нащупать закрытыми глазами, включив ее. Но все мы, наверное, знаем, как это выглядит со стороны. У нас работают все поворотники, и левый, и правый, и задний, и передний. Вот. Дальше, что нам нужно? Нам нужна система отопителя и вентиляции воздуха. То есть, это у нас, соответственно, мультимедийная система, да, включается музыка, радио. У некоторых машинах большой экран, там есть система навигации, какие-то флешки, блютусы. Вот. С этим тоже вам нужно разобраться, но в движении, в движении, я не советую сюда вообще лезть, отвлекаться. Так, нам нужна вот эта вещь. Система отопителя и вентиляции воздуха. У нас здесь есть три регулятора. Практически во многих машинах их три. Одним регулятором мы включаем саму печку, сам обдув. То есть, видите, стоит на нуле. Включаю единичку, начинает дуть воздух. Чем больше вы включаете, тем сильнее дует воздух. Слышно, да, как уже громко. То есть, соответственно, данным регулятором вы регулируете, куда будет дуть воздух. Здесь можно смотреть по значкам. Если мы включаем вот сюда, вот, вот сюда, то, соответственно, дуть у нас будет из вот этих вот дефлекторов, как их называют, и вот этих вот боковых. Имейте в виду, они тоже имеют свойство регулироваться, да, можно их сделать вот так, можно их сделать вот так. В некоторых машинах они немножко разной формы, но они всегда регулируются. Направляйте всегда его, вот эти боковые, на боковые стекла, чтобы у вас не потели. Они, чтобы вам было видно все в зеркалах. Данными дефлекторами вы уже смотрите. Вверх, вниз, там, если включаете кондиционер, чтобы на грудь вам не дуло, да, там, это уже сами разберетесь. То есть, соответственно, если мы включаем вот на это положение, то у нас будет дуть и в ноги одновременно, и вберет. Ну, по смыслу понятно дальше, да, стрелочка вниз будет дуть только в ноги, например, у вас замерзли ноги. Если мы включаем вот это положение, у нас будет дуть одновременно и в ноги, и на лобовое стекло. Ну, и, соответственно, если у вас потеет лобовое стекло, вы включаете чисто на стекло, и вот из этих отверстий, вот они отверстия, в каждой машине они есть, у вас будет дуть воздух, соответственно, у вас будет отходить лобовое стекло. То есть понятно, да, вот этим регулятором мы выключил, начинает потеть стекло, я включаю, например, на двоечку или на троечку, направляю, куда дуть воздух, если запотело стекло, ставлю значок стекло, если мы замерзли, ставим вот этот, либо в ноги, если у вас замерзли ноги. Ну и, соответственно, по смыслу, вот этим регулятором мы регулируем температуру самого воздуха, если вам жарко, делайте похолодней, то синий это у нас холодный воздух, красный это горячий воздух, если вам холодно, ставьте потеплее, или делайте на всю, чтобы он был горячий, или наоборот, делайте на всю холодную, если у нас там жарко на улице и так далее, да, то есть с этим понятно. Еще раз, этим мы включаем обдув, этим регулятором направляем, куда будет дуть воздух, этим мы регулируем температуру воздуха. Дальше, у нас здесь есть еще кондиционер, в некоторых машинах этого нет, вот, ну, я думаю, все понимают, для чего он нужен, если совсем жарко, вы включаете кондиционер, плюс он у вас будет немножко сушить салон, вот, если не справляется сама печка, то есть, например, у вас запотели стекла, или начинает потеть стекло, вы включили на стекло, включили там двоечку, либо троечку, к примеру, да, и у вас, они, вроде бы, отходят стеклу, но не до конца, вот, если вы включите кондиционер, если он у вас есть, у вас стекла отойдут гораздо-гораздо быстрее. Дальше, у нас здесь еще есть заслонка, то есть, циркуляция воздуха, вот сейчас, видите, она может делать вот так, здесь стрелочка нарисована внутри салона, то есть, воздух у нас откуда-то берется. Если вы нажимаете вот на эту кнопку, у некоторых машинах есть кнопка, то воздух берется из салона, если вы хотите прогреть салон побыстрее, либо, наоборот, его охладить, то вы включаете данный режим. Или, например, вы едете за какой-то фурой, или проезжаете какую-то свалку, там идет неприятный запах, то есть, с улицы воздух уже в машину идти не будет. Вот, но долго с этим режимом ехать не нужно, почему? Потому что воздух становится сжатый, нужно периодически открывать стекла, проветривать, и будет увеличиваться влажность. Если вы будете ехать без кондиционера с этим режимом, если у вас его, например, нет, то, наоборот, у вас все будет потеть. Поэтому зимой, там, например, хотите быстрее прогреть салон, вы сюда поставили, машина прогрелась, он прогрелся, и делайте обратно, чтобы воздух убрался у вас с улицы. Так, и обогрев заднего стекла. В данном автомобиле он расположен вот здесь, вот этот значок достаточно запомнить. Вот, нажимая его, вы можете увидеть на заднем стекле горизонтальные полосочки, мы их, как бы, начинаем накаливать этим самым, за счет этого у нас стекло начинает отпотевать, отмерзать, если это зима, или просто не потеть. Вот, на каких-то машинах современных он поработает сам 10-15 минут и выключится, на некоторых машинах это нужно выключать вручную. На некоторых машинах данный значок расположен где-то здесь, вот, главное запоминать значки. Система отопителя и вентиляции воздуха, я думаю, понятно, да? То есть, ну, это опять, чтобы уж показывать, это круиз-контроль и лимит, я не буду объяснять, что это есть. Это задние стеклоподъемники в данной машине. Вот, по стеклоподъемникам мы опять в основном можем увидеть вот здесь, то есть здесь передние, а в некоторых машинах есть еще две кнопки и задние. Вроде бы все элементарно, но многие путаются, то есть я посоветую, как здесь делать. Смотрите на данные кнопки, как вид сверху на машину. Каждая кнопка, это каждая дверь, да? То есть здесь их две, соответственно, передняя левая, передняя правая. Если у вас есть еще две кнопки, задняя левая, задняя правая, хотите опустить переднюю левую, вы эту кнопочку нажимаете вниз, видите, у вас открывается стекло. Если хотите поднять стекло, вы эту же кнопочку поднимаете вверх. У вас стекло будет закрываться. А дальше у нас еще есть регулировка зеркал. В некоторых машинах она расположена здесь, в некоторых машинах она расположена здесь. В некоторых машинах она вообще механическая, вот здесь вот есть ролик отдельный, как настраивать зеркала. Там подробно все это можете посмотреть. Дальше у нас есть корректор фар. В данной машине он вот здесь. То есть что такое корректор фар? Это когда вы можете поднять, либо опустить ближний свет фар. Если вы едете на ненагруженной машине, вы делаете максимально их вверх. Один раз сделайте и больше не трогайте. Если вы там посадили три человека назад и в багажник еще там три мешка цемента, соответственно зад машина у вас проминается, опускается. И вы немножко уже будете слепить встречные машины, если вы едете в темноте. Поэтому корректор нужно немножко опустить вниз. Дальше по панели приборов, соответственно, тоже есть отдельный ролик. Подробно посмотрите. Тоже тема важная, чтобы вам понимать, какие-то лампочки вас будут предупреждать, какие-то запрещать движения, какие-то будут говорить, что система включена. Вот я, например, включил ближний свет, да, или там противотуманки, задние противотуманки. Все это будет на панели приборов отображаться. Соответственно, у нас в некоторых машинах есть еще бортовой компьютер. В данной машине он имеется. Справа видите синий экран и вот этой кнопочкой на переключателе на каких-то машинах. Вот здесь кнопочка есть. Вот я могу посмотреть время, количество бензина, я могу посмотреть общий пробег, суточный пробег, какой-то расход бензина, сколько я могу проехать до заправки. То есть функций там много. Это все в зависимости от комплектации. Ну, чтобы вам понимать, что такое бортовой компьютер, это вот он и есть. В некоторых машинах он расположен вот здесь. Также вам может понадобиться прикуриватель, но чаще всего он нужен не по назначению, и проводом зарядить какой-то телефон или какое-то другое устройство и так далее, и так далее. Ну, ручной стояночный тормоз тоже есть подробно в ролике про панель приборов. Тоже можете посмотреть. Ну, вот для сравнения на другом автомобиле, смотрите, здесь все то же самое. На себя брызгаем. Щетки поездят несколько раз и остановятся. И вот как раз на данном автомобиле, видите, они включаются не вниз, а вверх. Один режим, второй постоянный, третий постоянный, но быстрый. Вот, как я и говорил. Дальше смотрите, здесь помимо мультимедийной системы, вот тоже кнопки, вот она, аварийная сигнализация. Вот он же, значок обогрев заднего стекла. Ну, здесь еще есть обогрев переднего стекла, обогрев сидений, пассажирского, водительского и так далее. И такая же система отопителей вентиляции воздуха. Видите, здесь только уже два колесика, два регулятора. Здесь, видите, выключено все. То есть, я вот включаю. Чем больше полосочек, тем сильнее будет дуть. Это контролируем также температуру. А вот этими кнопочками мы уже направляем обдув. Вот он, значок на стекло. Вот, например, сейчас все будет выключено. Вот, запотело стекло. Опять нажимаем кнопочку, видите, показывает на стекло. Регулируем, насколько будет сильно дуть. Регулируем температуру. Замерзли ноги, включаем в ноги воздух. Если жарко, там, включайте кондиционер на себя. Делайте стрелочку на себя. Такие же здесь, видите, дефлектора. Четыре штуки, которыми вы также можете регулировать вверх-вниз и так далее. Вот здесь, видите, световое управление. Здесь, это дальний. Здесь ближние габариты. Регулировка зеркал заднего вида. Закрыть, открыть замок. Нажимая замочек, вы блокируете двери. И с внешней стороны их никто не откроет. А вот как раз подъемники, состоящие из четырех кнопок. Смотрите, еще раз повторюсь, вид сверху на машину, чтобы вам не путаться. Все остальное здесь то же самое. Ручной стояночный тормоз. Прикуриватель здесь расположен здесь. Также вот он здесь, корректор фар. Если вдруг груженая машина, делайте там на двоечку, на троечку, чтобы у вас фары опускались. Машина налегке, делайте постоянно на ноль или на единичку. Если у вас автомобиль оборудован обогревом зеркал боковых, то в основном они включаются. Вот кнопочка обогрев заднего стекла. Вот эта кнопочка одновременно включается обогрев задних зеркал. В некоторых автомобилях они включаются отдельно. Вот как раз как на вот этом. То есть, вот видите, здесь есть регулятор. Это настройка зеркал. Также я могу включить обогрев. Вот он, значок. Значок обогрев боковых зеркал. Также у некоторых автомобилей есть какие-то различные функции управления какими-то функциями на руле. Но это, как правило, круиз-контроль, управление музыкой, взять телефон, снять трубку и так далее. Bluetooth. То есть, все это, конечно, хорошо. Но прежде чем это в движении пользоваться, вам нужно разобраться со всем этим. Вообще, все, что я объяснил, с этим нужно разобраться, посидеть, возможно, сымитировать какую-то ситуацию. Да, там, ослепил вас встречный свет фар, чтобы вы закрыли глаза и нашли данную кнопку. Может быть, выглядит смешно, но в реальных условиях помогает. Или представьте, что у вас резко начинает потеть стекло, чтобы вы уже раз-раз знали, что включить, куда направить. То есть, вот эти ситуации можно поимитировать, но разобраться нужно перед поездками однозначно. Это нужно для того, чтобы потом в движении вам уже здесь не лазить, не отвлекаться от дороги, чтобы не попасть в какую-то неприятность, не дай бог, в ДТП, там уйти с трассы. Потому что, если вы смотрите сюда, кто будет смотреть на дорогу? Сегодня на этом все. Я надеюсь, информация для вас была полезна. Я надеюсь, что вам все было понятно. Если не понятно, спрашивайте в комментариях. По мере возможности свободного времени отвечу всем. Поддержите лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-то интересное. Ну, а я, как всегда, желаю вам удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла. Всем пока-пока!